Рассказывает о финальном совещании в офисе президента 23 июля, когда президент был занят и не пришел. А Андрей Ермак, глава офиса, перенес дату спецоперации, то есть перенес дату. Что произошло на это совещание? О чем вы говорили? Почему была перенесена дата? В принципе, такая масштабная спецоперация, которая готовилась так долго. То есть, по-моему, это тоже беспрецедентно в историях разведки, что такая масштабная операция переносится. Что там произошло этого 23 июля? Мы до президента не попали. Было поведомлено, что до нас спустится, и нас попросили зайти на другой поверх в кабинет главы офиса. Это буквально накануне операции? Это накануне операции. Давайте скажем так. Это уже шла финальная стадия. Чтобы уже точно понять, то есть регулярные были ваши брифинги президенту, доклады президенту на эту тему, по этому вопросу. В том числе на эту тему? Но последнее, которое должно быть крайнее, это совещание перед началом активной фазы, очень активной, самой активной, уже доставки заманенных людей сюда, в Украину, вот в этот момент президент не пришел. Не президент не пришел, а мы до него поднялись на четвертий поверх. Нам было поведомлено помещниками, что будет с вами разговаривать глава офису. И дальше? Мы провели разговор, у нас было трое. Я, первый заступник Руслан Баранецкий и глава офису. Что произошло? Что произошло? Про изменения обстановки. Появилась была доповедь, что до наступного этапа. То есть плановая доповедь, которую мы сделали по нашей общей операции на протяжении некоторого времени. Очень просто. Нагадую, в связи с тем, что он был допущен и делегован президентом, я получил указку о перенесении финального этапа. Я не просто получил указку. Я получил ответ, что эта указка президента, то есть особая, которая была делегована перед этим, была присутствующая, сообщила, что это команда президента. Но письменного указания не было. Письменного указания не было, правильно. Но все равно, кто-нибудь из политиков или из, ну, интеллиженс комьюнити, как мы это называем, да? То есть люди, которые занимаются вопросами безопасности, они могут сказать, вы же не обязаны выполнять указания главы офиса. Слушное вопрос, я попробую ответить. Была особа делегована президентом, яка была в материале, чула доповеди. Мы от него отримали указку. Указку президента Украины. То есть мотивации мы не можем, это государственная тайна. Почему она была перенесена? Нагадую, еще раз, мы уже разговаривали, это на мою думку, а я майже четыре года был государственным экспертом. Вважаю, что это будет неправильно все студии рассказать. Все ответы с рифом целиком таймно я надав ТСК. Вообще-то, мою субъективную точку зору, операцию неможливо было переносить. Потому что как раз и перенесение – это один из вариантов, почему у нас произошел провал. И что случилось потом? В итоге потом, вот все эти люди, которых вы так долго заманивали, все они оказались в конце концов в Российской Федерации? Так. Все мы знаем, что 29 числа российских найманцев было затримано. Через некоторый час, и это логично, что белорусы нам никогда бы их не отдали. Потому что это мы знаем, мы не знаем, а так есть. Это одна страна. Это одни спецслужбы. И все, что бы мы не делали. Я не знаю, не зрозумело для меня в материалах расследования, насколько я знаю, чему мы так долго подавали документы на экстрадицию. Но если бы мы даже быстро подавали документы, нам бы их кто-то отдал. Да, это произошел провал. И нужно было это расследовать. То есть мы год ждали. Почему я здесь? Если бы было расследование проведено, если бы была установлена причина, истина, первое. Або у нас есть крот. Чему або? Это провал операции, это только ланцюжок тих провалей, которые происходят за последний час. Людей звольняют, людей забирают документы прикрытия. Командири группы в липнем месяце стреляют в Киеве. То есть это ланцюг. И мало следствия за рік ответить. У нас есть крот или нет? Мы не раз выкликали, если вам интересно, я расскажу. Державный бюро расследование четко, ясно, я выявил божание на... Не божание, а я почув, что следствия хочет меня допросить. Я появился. Допыт проходил в 7 минут. Мы начали разговаривать, но я спросил следующее, что справа не засекречена. То есть мало того, что сказать, я не сей, я и хочу дать ей видимость. Справа не движется. То есть рік мы не можем дать ответ. Реки три месяца. Что произошло? А произошел провал, который нужно расследовать. А вот это провал, это слив, это что? Это трусость, побоялись, что Россия внезапно ответит, я не знаю чем, ядерным оружием. Это и провал. Какие причины провала, вы, наверное, запитываете у меня. Первое, это причина провала, чем у нас есть критики, которые работают на Россию. Другая причина провала, это наша плохая подготовка. И третья причина провала, это хорошая работа контрразведки Беларуси. Своего анализу, своего досвиду, своего керевного погляда, могу сказать, что это провал, завдяки людям, которые находятся в главных кабинетах, которые, на мою думку, сленгом скажу, сливают, передают информацию врагу. И я это хотел довести следствию. Вас уволили 5 августа, в день телефонного разговора президентов Украины и Беларуси. Я не знаю, какой это был первый, второй тут не сильно поймешь. Как вы считаете, почему именно в этот день вас уволили? Есть какое-то совпадение или чистая случайность? Очень все интересно. Но есть военнослужащий, а есть военнослужащий, а есть военнослужащий. Я не обговорю указы президента Украины. Он так считал, что меня извольнили. Питание в другом. Позиция президента меня удивляет. За два дня до звольнения, 3 числа, когда я первый раз попал до президента после провала, потому что с момента 29, плюс-минус 5-6 дней, я не смог попасть, хотя я просился. Мы встречались из главы офиса, и мне было подготовлено план заходов по проверке, по провалу информации. Очень все четко. Есть победа, мы анализируем. Есть провал, мы два раза анализируем, что произошло. Поэтому один из элементов проверки провалу или расследования должны быть те люди, которые были задействованы. И 3 числа в кабинете, в кабинете, мы разговаривали плюсы и минусы. Что нам удалось, что не удалось. И тем образом мы будем действовать. Потому что мы понимаем, что сейчас в Беларуси прибудут споробедники ФСБ, которые будут все это расследовать. И президент погодил план по проверке, которые были задействованы. То есть не просто задействованы, а которым было известно про операцию. Он мне дав команду, то есть он мне погодил, что на протяжении двух дней я дам рапорт, где покажу все эти прозвища. Прозвища всех, кто был задействованы. Начиная от ГУРа, службы безопасности, заканчивая еще и другие организации. А также теми, кто был в кабинете. Это нормальное явление. Это нормальный протокол расследования. Мы проговорили. Четвертого числа я был готовый уже на вечер доповедать. И в пятницу в раннем я попросился до президента, но я узнал, что в 18.30, если я не ошибаюсь, даже не от администрации, а от министра обороны за пяти часов до освобождения, узнал, что должен быть указ. Про освобождение. Это так вы узнали. А скажите, а что с вашими сотрудниками? Те люди, которые работали с вами, которые знали об операции, которые рисковали, которые, в общем-то, владеют всей картиной. Что с ними? Мы с этого начали. Это причина, почему я тут. Потому что все сотрудники хотят, а я не суздаль на них ответственность, хотят довести украинскому народу, хотят пойти, в том числе и до вас, хотят пойти дать показы. И знаете, дивная ситуация, благодаря нашему побратиму, сотруднику Альфи, Роме Костенко, они были пригласены на ТСК. То есть, если бы не Рома Костенко, их бы, обещаюсь, не пригласили. То есть, моё завдание сейчас показать, что так нужно на них болеть. Их все звольнили. Не просто звольнили с посад, а звольнили с лав Збройных сил. Их забрали документы прекратия. Это небезпека. Они под прямым прицелом российских спецслужб, которые с ухвала действуют, подрывают. А вы знаете, в 2017 году они подрывали нашего командира спецназа. Мы знаем про спецслужбы СПК, которые были подрываны. Вот эта проблема. Одна проблема процессуальная, что мы должны расследовать и визначать, есть крит. А другая проблема – мы должны болеть за них. Это «Золотый генофонд». А вот ваша личная безопасность. Вы чувствуете давление со стороны власти? Вы чувствуете, что вас могут взять, ну, как на жаргоне, простите, взять и закрыть? Закрывать.